Когда человечество впервые взглянуло на Юпитер через телескоп, этот мир представлялся лишь полосатой светящейся сферой на фоне ночного неба. Но все изменилось с запуском зонда Юнона. Именно тогда началась новая эпоха, эпоха близкого знакомства с самым загадочным из планетарных гигантов. Зонд проник в сердце мощнейших штормов под покровом из облаков Аммиака в недра чудовищного магнитного поля. Юнона раскрыл тайны, которые скрывались миллиарды лет, изменив наше понимание Юпитера и всей истории формирования планет. Но шли года, и теперь все чаще звучит вопрос. Неужели миссия Юнона подходит к концу? Что ждет ее впереди? Последнее сближение с гигантом или новый виток открытий. Прежде чем заглянуть в будущее, давайте вспомним, какой путь прошел этот смелый исследователь. От первых сигналов с орбиты до ошеломляющих открытий наших дней. Итак, после старта зонд проделал более 2 миллиардов километров, выйдя на орбиту Юпитера в июле 2016 года. Конструкция аппарата была рассчитана на экстремальные условия. Солнечные панели должны были обеспечивать энергию при слабом солнечном свечении, а электронные модули выдерживают интенсивное радиационное поле, которое в районе перецентра превышает земные значения в десятки раз. Титановый корпус обеспечивал защиту приборов, включая магнитометры, радиометры и инфракрасные камеры. Уже на этом этапе были уверены, что миссия способна работать гораздо дольше первоначальных 20 месяцев. Первое время работы Юнона начал подробно изучать атмосферу Юпитера. Он был силен и полон амбиций. Камеры и инфракрасные приборы показали, что полосы облаков, видимые из Земли, уходят в глубину более 3000 километров. Ветры достигают скорости около 620 километров в час. Эти наблюдения сделаны с помощью инструмента J-I-RAM, что поверхностные пояса отражают структуру глубоких конвективных потоков. Различия температур и концентрация Миака показали, что атмосфера значительно более сложна, чем предполагалось ранее. И формирование штормов связано не только с поверхностными движениями, но и с внутренними тепловыми потоками. А уже в 2017 году зонд сфокусировался на изучении магнитного поля Юпитера. Его магнитометры зафиксировали асимметрии и локальные аномалии, что указывало на сложное распределение электрических токов внутри планеты. Эти данные позволили уточнить модель внутреннего ядра, которая оказалась частично жидким и компактным. Понимание структуры ядра важно не только для изучения Юпитера, но и для общей теории формирования газовых гигантов в Солнечной системе. Параллельно с этим аппарат исследовал полярные слияния. Да, и такая красота имеется на Юпитере. Камеры UVC и другие датчики показали, что сияние формируется не только солнечным ветром, но и внутренними потоками заряженных частиц, перемещающихся в магнитосфере планеты. Наблюдения подтвердили постоянный характер сияний, их локализацию и интенсивность, значительно превосходящую земные аналоги. Измерения плотности частиц и магнитного поля на полюсах Юпитера позволили уточнить модели взаимодействия с солнечным ветром и распределения радиационных поясов. Позже, в 2018 по 2019 годах, внимание зонда сместилось на гравитационное поле. Радиоволновые измерения показали, что масса распределена неравномерно, а внутренние потоки создают аномалии, которые влияют на вращение атмосферы и облачные пояса. Эти данные подтвердили наличие сложного частичного жидкого ядра и помогли уточнить модели формирования Юпитера, включая процесс захвата газа и пыли из протопланетного диска на ранних этапах эволюции. В 2020 году Юнона сосредоточился на исследовании спутников планеты. Пролеты мимо Ганимеда подтвердили наличие собственного магнитного поля спутника и предоставили новые сведения о подповерхностном океане и их гипотетических обитателях. Измерения взаимодействия магнитного поля Ганимеда с магнитосферой Юпитера позволили уточнить параметры электромагнитных потоков и плотность ионов в его окрестности. В пролетах мимо Европы и Ио аппаратура зафиксировала вулканическую активность, образование пылевых облаков и плазменных потоков, влияющих на радиационное окружение Юпитера. Эти данные стали основой для будущих миссий, включая Европа Клипер. В 2021 году миссия была официально продлена до конца сентября 2025 года. С этого времени Юнона проводил наиболее детальные исследования полярных областей планеты и спутников. Камеры и инфракрасные приборы фиксировали новые атмосферные структуры, мелкие вихри и локальные конвекции на границах облачных полос. Например, плазменные датчики зафиксировали аномально высокую плотность заряженных частиц вокруг Ио и Ганимета, уточняя распределение радиационных потоков и их влияние на динамику кольцевой системы. С 2022 года по 2023 год Юнона сфокусировался на крошечных кольцах Юпитера и их взаимодействии со спутниками. Камеры и инфракрасные датчики позволили детально определить состав пыли, источники материала и стабильность структуры колец. Установлено, что кольца формируются в основном частицами, выброшенными вулканической активностью Ио и ударными процессами на спутниках и находятся в динамическом равновесии под влиянием гравитационных и магнитных взаимодействий. Эти результаты впервые показали, что кольца Юпитера активны и подвержены изменчивым процессам, хотя внешне кажутся стабильными. В 2024 году зонд продолжил уточнять данные о магнитном поле и атмосфере. Радиометрические измерения позволили построить детальные карты аммиака и воды, выявив локальные концентрации, влияющие на формирование облачных поясов и циклонов. Ветры были измерены с помощью анализа движения облачных структур, что дало точное значение скорости и направления потоков на разных широтах и глубинах. Эти данные позволили создать модели, связывающие атмосферную динамику с внутренними потоками металлического водорода и распределением магнитного поля. И вот мы добрались уже до наших дней. Зонд до сих пор жив и трудится на благо человечество. В последних пролетах Янона сосредоточился на полярных сияниях и взаимодействии с плазмой. Измерения показали, что частицы в магнитосфере двигаются по спиральным траекториям, создавая постоянные энергетические потоки. Это позволило уточнить механизмы генерации сияний и влияние электрических токов спутников на полярные процессы. Одновременно с этим приборы фиксировали изменения интенсивности радиационных поясов, что важно для планирования будущих миссий и защиты электроники на длительных орбитальных исследованиях. Когда мы смотрим на Юпитер через телескоп или на фотографиях космических миссий, он кажется почти идеальным газовым шаром. Полосы, облаков, штормы, гигантское красное пятно. Но под этими облаками скрывается загадочный мир, куда человеческий глаз заглянуть не может. В любом случае он ослепнет. Но у нас есть зонд. И более 10 лет назад он тщательно исследовал эту планету и даже постарался заглянуть вместо нас и выяснить, есть ли у Юпитера ядро, из чего оно, как оно устроено и как оно может быть связано с ранней историей Солнечной системы. До сих пор это была тема споров и гипотез, но в последние годы благодаря гравитационным измерениям, микроволновым профилям и сложным численным моделям на суперкомпьютерах, мы подошли к тому, чтобы называть ядро не просто догадкой, а почти доказанным фактом. Хотя не таким, каким его себе представляли. Еще в самом начале миссии стало ясно. Ядро Юпитера не проявляет себя как твердый шар, четко очерченный внутри газа и жидкости. Вместо этого данные указывали на размытое ядро. Внутренний слой, где концентрация тяжелых элементов постоянно уменьшается наружу, смешиваясь с водородной гелевой оболочкой. Этот эффект стал одним из самых поразительных открытий миссии. Теперь же задача заключалась в том, чтобы понять, насколько велико это ядро. Какова его природа? Каменная, металлическая или что-то среднее? И можно ли вообще считать Юпитер каменной планетой в каком-то смысле? Попробуем это выяснить. Итак, во время каждого пролета около планеты аппарат измеряет, как его скорость слегка меняется под действием вариаций гравитационного поля Юпитера. Эти отклонения неизбежно связаны с распределением массы внутри планеты. На основании множества пролетов и анализа гармоник поля, в том числе высоких порядков, исследователи восстанавливают увеличение плотности к центру, но при этом переход от внутренней плотности к внешней оказывается плавным, без резких скачков. Параллельно Юнона измеряет атмосферу посредством микроволнового радиометра, отслеживает магнитное поле и глубину ветровых движений. Все эти данные сливаются в целую картину внутреннего строения. Одним из удивительных открытий стало, что ветры Юпитера проникают глубоко внутрь, в цилиндрических пределах, параллельно оси вращения, что влияет на динамику распределения массы. С другой стороны, чтобы интуитивно увидеть ядро, руководители миссии обращаются к численным моделям, создают виртуальный Юпитер внутри суперкомпьютера. Не знаю какой именно, но он не нужен. Так вот, получилось подогнать параметры уравнений, где состояние для водорода, гелия и легких элементов варьируют массу тяжелых элементов и ядра, и ищут такой вариант, который согласуется с наблюдениями зонда. Команда исследователей смоделировала сценарий происхождения так называемого размытого ядра через гигантское столкновение протопланеты с ранним Юпитером. Но результат удивил. Ни в одном из сценариев не получилось устойчивого размывания ядра. После сильного удара тяжелые элементы быстро оседали обратно, восстанавливая резкую границу между ядром и газовой оболочкой. Это ставит под сомнение гипотезу о том, что размытое ядро – результат катастрофического события. Вместо этого считается, что такая структура формировалась постепенно. Юпитер аккумулировал тяжелые и легкие элементы неоднородно, насыщая внутренние слои, и в процессе последующего эволюционного смешения массы тяжелых компонентов размывалась внутри без резких границ. Возраст процедуры смешивания, градиенты давления и вязкости материала играют ключевую роль в эволюции ядра, а не единичные катаклизмы. Тем более, подобные размытые ядра наблюдаются не только у Юпитера. Исследования показывают, что Сатурн может иметь аналогичную внутреннюю структуру, что говорит о том, что такая особенность – не исключение, а закономерность для газовых гигантов. Ну а теперь поговорим о массе и размере ядра. В разных моделях ядро, в широком смысле включающее зону разбавления, может содержать до 15% от общей массы Юпитера, хотя жесткая компактная часть оценивается примерно в несколько масс Земли. Впрочем, точные числа сильно зависят от выбранных уравнений состояния водорода гелия и распределения тяжелых элементов. Одна из сложностей – неоднозначность решений. Разные комбинации параметров могут дать почти одинаковые гравитационные гармоники, но с различным внутренним распределением массы. Это означает, что даже при богатом наборе данных мы имеем предел разрешения. Ядро Юпитера, как и мозг инопланетянина, может быть больше или меньше в зависимости от моделей. Любопытно и то, что граница разбавленного ядра в некоторых моделях простирается до 45% радиуса Юпитера, хотя и существенно меньшей плотностью по сравнению с центром. Можно ли после этого назвать Юпитер каменной планетой? Если под каменной, понимать планету с плотным твердым ядром из силикатов и металлов, как Земля, то ответ нет. Ядро Юпитера не камень в привычном смысле, а скорее смесь тяжелых элементов, распределенных в экстремальных условиях в среде, где давление, температура и флюидные процессы размывают четкие границы. Это не массивный твердый камень, а внутренний режим, где твердое, жидкое и пластичное состояние могут плавно переходить друг в друга. Юпитер скорее планета энергетический маятник, где ядро и оболочка связаны с внутренними потоками вещества и энергии, и где внутреннее строение не жесткая архитектура, а живая динамика. Но вернемся к миссии Юнона. За последний год аппарат совершил десятки дополнительных пролетов, в том числе над полярными регионами вблизи спутников. Он продолжил измерения магнитосферы, атмосферы, различных частиц и гравитационного поля. Аппарат также наблюдал связанное с ИО-излучением в виде нейтральных атомов, что дает нам понимание об атмосферах спутников и их взаимодействии с Юпитером. Юнона также показал, что ветры глубже проникают внутрь, чем считалось раньше, и что магнитосфера несимметрична и имеет неожиданные структуры. Все эти данные продолжают уточнять модели внутреннего строения. Так уж вышло, но мы подошли к границе человеческих наблюдений. Миссия Юнона была продлена до конца этого года. Осталось совсем немного. Официально подтверждения о текущем статусе аппарата нет. Из-за приостановки работы правительства США миссия не получает поддержки, так как не входит в программы, связанные с национальной безопасностью или защитой жизни. Ведь есть миссия куда важнее. Ну, вы поняли. Что будет дальше, неизвестно. Его могут утопить в атмосфере планеты, а могут дать возможность работать еще немного. В любом случае, судьбу старичка мы узнаем очень скоро. Тем не менее, данные, собранные аппаратом за 10 лет, остаются уникальными и продолжают анализироваться. Они уже стали основой для подготовки миссий Европа Клипер и Джуз, а также для улучшения модели внутренней структуры Юпитера, его магнитного поля, атмосферы и спутников. В любом случае, миссия Юнона оставила после себя массив данных, который будет служить исследователям годами. Измерения магнитного и гравитационных полей, атмосферы, плазмы и спутников создали целостную картину планеты. Миссия показала, что последовательные исследования с использованием многопараметрических инструментов, способны раскрыть сложные процессы в гигантских планетах и подготовить фундамент для будущих открытий. Юпитер сегодня известен гораздо лучше, чем 10 лет назад, не правда ли? И именно зонд Юнона превратил его из объекта наблюдений в объект глубокого изучения, раскрывая тайны внутренней динамики, химии, взаимодействия со спутниками и радиационными поясами. Миссия показала, что систематический и тщательно спланированный подход к изучению планет способен дать комплексное понимание процессов, которые ранее оставались лишь гипотезами. И когда зритель увидит экран с изображением Юпитера, с его вихрями и молекулярными облаками, он будет знать, что это не Петрович нарисовал, а что это реальные снимки зонда в глубоком космосе, и что под этими слоями Юпитера скрывается сложный и динамичный мир, который мы будем еще исследовать. Возможно, однажды мы сможем аналогично увидеть ядра экзопланет и понять, как строятся миры вокруг других звездных систем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok